Вот такой вопрос. Подскажите, что делать? Очень сильно идет путь, буквально все тело, обильно, потовыделением, с чем это связано? Смотрите, у нас существуют органы выделения. Основные органы, это у нас будет выделение кишечник, это у нас будут почки, дальше у нас идет легкие и кожа. Ну, можно так добавить еще слезы, слизистые оболочки и что еще добавить? Носоголодку. Ну, основное, как я сказал, выделение у нас идет, это через кишечник, мочевой канал, легкие и кожу. А дальше уже там так. Так вот, что получается? Если у нас какой-либо из каналов перестает нормально работать по какой-либо причине, ну, допустим, вода у нас выделяется через что? В основном вода у нас выделяется через почки. То есть почки перестают нормально работать, значит, включаются другие органы выделения. А именно какие? Это кожа, это, допустим, легкие. Прежде всего, необходимо разобраться, почему это произошло, то есть в порядке ли у нас почки. Это первое. А дальше уже решать проблему. То есть необходимо разобраться, почему почки отказываются нормально выделять жидкость и вернуть им нормальную работоспособность. Можно, конечно, использовать такие, ну, будем говорить, методы, которые способствуют тому, что нашу, влияют так на нашу кожу, что она как бы закупоривается дубей. То есть применение разного рода дубящих там отваров. Особенно это применяют, если у нас потеют конечности, стопы ног. Как-то это по-научному даже называется. То есть применяются, поры становятся такие, сжимаются, и они уже не так пропускают воду, как надо. Ну, более-менее так, как-то нормализуются. Так вот, прежде чем заниматься кожей, необходимо разобраться с почками. И разобравшись с почками, мы нормализуем работу всего организма. То есть у нас фотоотделение становится нормальное. Вот я примерно так думаю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok